Я вообще вот никого не учу на самом деле. У меня нет цели учить. У меня есть цель делиться своими мыслями, размышлениями, переживаниями, которые во мне есть. Поэтому рассказы, статьи, да, там есть обращение к, скажем так, воображаемому читателю, который со мной общается, которому я говорю и высказываю, но это сугубо издержки стиля. Стиль очень понятен, просто понятен. Поэтому учить других нет цели, потому что научить другого я тоже не могу, если уж так говорить. Он может только захотеть почитать то, что я пишу или о чем говорю. Каждый сам все-таки больше учится на своих ошибках, на своих синяках, тумаках. Поэтому здесь нет речи о каком-то обучении. Я вообще, в принципе, рад то, что я могу писать и то, что я могу делиться своими мыслями. То есть моя цель – это делиться тем, что у меня есть в голове. А уж читать, не читать, учиться или не учиться – это вообще далеко не мое дело на самом деле. Мое дело написать. Вот я написал это, то написал, третий написал. Все. А читает или не читает, то есть это уже, ну, если грубо, то меня не касается. Я вот выдал мысли из головы. Кого-то они зацепили, кого-то не зацепили. Кто-то, может быть, чему-то научился, а кто-то прошел просто мимо. Нет цели учить. И никто не может учить в принципе на самом деле. Каждый может только делиться своим опытом, мировоззрением и так далее. В каждой сфере деятельности, будь то писательство или какая-то еще, там неважно, миллион сфер разные по работе и так далее. Есть фанатики своего дела. Так вот, я считаю, просто я фанатик своего дела. Я получаю огромнейшее, огромнейшее просто удовольствие, когда пишу. Я получаю удовольствие от того, когда появляются новые мысли, новые идеи, когда я могу написать это все на бумаге, в Word, на компьютере. Поэтому мы можем делиться. И самое главное – это делиться тем опытом, который у тебя есть. Родители делятся с ребенком, работодатель делится с своим работником. Я пишу и делюсь с своим читателем. Читатель-то может быть у меня 2 или 22 или 2022. Суть-то не в этом. И это не обучение, это не учеба. Это просто попытка передать то, что я думаю. Даже не понял, потому что я не могу понять. Опять же. Потому что я написал, допустим, статей раз, два, три, четыре, пять, десять. Можно стопроцентно, я уверен, найти в этом мире другого автора, который будет писать абсолютно противоположное мне и будет использовать доказательства, объяснения. И он будет уверять читателя, что он прав. Но то же самое делаю где-то и я. Я пишу и представляю свои доказательства. Мир просто многогранен. Многогранен вообще. Он же не один, не плоскость одна. У него много граней. Поэтому чего можно учить? Человек хочет, допустим, заниматься саморазвитием. Как можно научить его заниматься саморазвитием? У него есть около ста или двухста или трехста вариантов того, как саморазвиваться. Как саморазвиваться? Стремиться к этому, ко второму, третьему, четвертому, пятому. Но он берет и учится, но это уже его воля. А автор, он делится просто своими мыслями. Вот и все. Вот он подумал, решил, что интересно. Написал и выложил, там, издал, к примеру, да, издатель его. Поэтому мы не учимся, мы делимся больше. Продолжение следует...